Мы уходим для того, чтобы иметь эти общения и встречу с нашим Богом, и чтобы сближаться с Ним. Сказано, написано, сблизься же с Ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро. И уже впоследствии, когда мы уходим со служения, мы уходим ободренные, мы уходим укрепленные в вере, потому что Господь благословляет Свой народ. Слава Господу! Мои сегодня размышления, я бы хотел тоже зачитать некоторые местописания о Завете и о заветных отношениях. Что же такое Завет? Завет – это союз, по-другому можно сказать, это договор, соглашение между двумя сторонами, предполагающее взаимные обязательства. И в Библии мы можем видеть, мы находим, что Заветы, они заключались между людьми, и Заветы также, они заключались между людьми и Богом. И вот эта суть Завета – это особенные отношения между вот этими двумя сторонами. И эти взаимоотношения, они характеризуются определенными взаимными обязательствами. И многие из нас, дорогие братья и сестры, мы работаем на наших работах, и что-то похоже, когда наниматель, он нанимает, мы как рабочие, заключается определенный договор, и в этом договоре прописывается четко правило обязанностей двух сторон, и мы понимаем, что нам нужно исполнять этот договор. Можно еще приводить примеры, это когда молодые люди вступают в брак, мы называем это брачным союзом, когда две стороны, они перед Господом обещают служить, любить друг друга, оставаться верными, и это также является брачным союзом, брачным договором. И я просматривал, когда первый раз в Библии встречается это слово, сказано в бытие, и вот когда Господь говорил, что наведет на землю потоп за нечестие, за грех, и истребит всякую плоть. И Господь обращался к Ною в 6 главе и говорил, «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». И даже впоследствии мы видим, что вот эти заветные отношения с Ноем, Бога с Ноем, они как бы распространялись на все человечество, потому что сказано, что «я больше не наведу на все человечество потопа, не истреблю водою». И важно заметить, дорогие друзья, братья и сестры, что инициатором вот этого завета был Бог. И мы можем подумать, что увидеть, что даже несмотря на такую несостоятельность людей, грехопадение, на их неверность, Господь по-прежнему делает и старается наладить с человеком вот эти заветные отношения. И Господь, дорогие друзья, мы видим в этом, что Он желает иметь эти добрые отношения с человеком. Когда Бог заключал завет с Авраамом, то Бог добровольно обязался что-то сделать в жизни Авраама. И Он говорил о благословении, которое должно было прийти через исполнение, если Авраам остался, должен был остаться верным Богу. И вот это благословение, оно распространялось не только на жизнь Авраама, но и на потомков, которых даже еще в то время не было. Но и Авраам со своей стороны теперь был обязан что-то делать перед Господом. Написано в Бытие 17 главе, «Ходи передо Мною и будь непорочен». Это вторая сторона, которую Господь хотел видеть в человеке, чтобы человек исполнил этот завет, это ходить перед Богом и быть верным Ему. И мы можем подумать, как же это относится к нам. И мы, дорогие братья и сестры, многие из нас находимся в этих заветных отношениях с нашим Господом через водное крещение, путем водного крещения, когда мы принимали водное крещение и давали Богу обещание доброй совести на всю нашу жизнь. И Господь, дорогие братья и сестры, Он заключил с нами завет. И это большая, действительно, привилегия для каждого из нас быть в заветных отношениях с нашим Господом. И если мы проследим нашу жизнь, то мы можем увидеть, что Господь со своей стороны, Он остается верным своим обещаниям, своим обетованиям, которые записаны в Священном Писании. И вот эта вторая сторона – наша сторона. Как мы себя поведем, как мы будем оставаться верными Господу. А о Господе сказано, что «Ибо верен обещавший». Он верен, Бог верен своим обетованиям. И написано в 1 Петра, так и нас, 1 Петра, 3 главе, 21 стихом, «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И мы пообещали с вами Богу добрую совесть, мы пообещали Богу верность. И это ответственность. Это ответственность, дорогие друзья. И да поможет нам Господь, чтобы мы могли на протяжении всей нашей жизни сохранить вот эту верность перед нашим Богом и сохранить вот эти заветные отношения с Ним. Наша жизнь нам дана не просто как-то, чтобы прожить ее, правда, бесцельно, но Господь поставляет в жизни верующих людей свои цели, Господь желает, чтобы мы старались быть перед Ним послушными и исполняли Его волю. И кто-то заметил, что бывает, христиане мало обращают достаточно внимания на то, что их жизнь нуждается в постоянном послушании и святости перед Господом. И Иисус спрашивал людей, живших в Его время, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» И называть Иисуса Господом и не выполнять Его слов, как бы это грубо не было сказано, мы понимаем, что это есть лицемерие. И это не должно иметь какого-то места в жизни верующих людей, да сохранит нас, дорогие братья и сестры, Господь. Мы знаем, что поставлена воля Божья в нашей жизни, и мы должны делать все для того, чтобы исполнять эту волю. Возвращаюсь к обещанию, что в Слове Божьем написано, «Лучше Тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Екклесиаста, 5 глава, 4 стих. Я заметил, что даже дети, они, вы знаете, отличают, когда мы что-то им говорим просто так, или когда что-то мы им обещаем. И как-то тоже сын подбежал ко мне и что-то просил у меня, чтобы я ему там, по-моему, купил какую-то новую игрушку. И он говорит, «Папа, ты только пообещай мне, что купишь». И дети, вы знаете, они отличают, что если родители, папа или мама, они что-то им пообещали, то они знают, что они, родители, непременно будут делать все для того, чтобы исполнить это обещание. И вот в нашей жизни, дорогие друзья, бывает так, что когда мы можем давать какие-то поспешные обещания, когда мы можем за что-то ручиться, и впоследствии мы видим, что не в силах выполнить то или иное обещание, и выходит такая неприятная ситуация. И поэтому написано, что лучше нам не обещать, нежели пообещать и не исполнить. Нарушение завета в жизни народа израильского с Богом мы можем проследить на страницах Священного Писания несло очень печальные и пагубные последствия. Для примера хотел бы открыть местописание, которое записано в книге Иисуса Навина. Это было время, когда народ израильский завоевывал земли, и как им было сказано Господом, что они должны завоевать эту землю, пойти сразиться. И вот уже Ерехон и Гай был завоеван, и цари Амареи, Хананеи и другие собрались, чтобы выступить против народа израильского. И сказана книга Иисуса Навина, 9 глава, 3 стиха. «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Ерехоном и Гаем, употребили хитрость, пошли запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали Ему и всем израильтянам, «Из весьма дальней земли пришли мы, итак, заключите с нами союз». Израильтяне же сказали Евея, «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу, «Мы рабы твои». И Иисус же сказал им, «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали Ему, «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его, и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал двум царям Амарейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Сивонскому, Иогу царю Васанскому, который жил в Астерофе. Слыша сие, старейшины, наши и все жители нашей земли сказали нам, «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Такое интересное местописание мы прочитали, что вот эти люди, они видели, что народу израильскому достается победа, и они пришли как бы к такой хитрости и обманным путем заключили союз с народом израильским. И также записано второе местописание, это вторая книга царств, 21 глава во времена царствования Давида. «Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними, гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Амареев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господня?» Казалось, уже прошло достаточно много времени после того союза. И хотя этот союз, он был таким обманным путем, можно сказать, заключен, но мы видим, что после того, когда он был нарушен, пришло определенное поражение в жизнь народа израильского. И Давид посылает к этим людям, чтобы милостивить их, чтобы они благословили народ израильский. Дорогие братья и сестры, также написано в книге пророка Еремии в 31 главе о Новом Завете. И в Евреям 8 главе, там тоже цитируется это местописание, Евреям 8 глава, 8 стих, 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещеваю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к ним, правдам их, и греховых, и беззаконие их не воспомину более». Мы понимаем, что вот этот завет, он исполнился во Христе Иисусе, дорогие братья и сестры. Сегодня особенный, наверное, для нас, правда, день, когда мы размышляем о страданиях Господа Иисуса Христа. И мы говорим, что Господь Иисус, Он принес на землю этот новый завет. И в 1 Коринфянам 11 главе мы часто читаем это местописание, 25 стих, когда говорится о хлебе, когда говорится о чаше. Сказано, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И сегодня даже вот хлеб, чаша, которая перед нами, она напоминает нам, дорогие братья и сестры, что мы в заветных отношениях с нашим Господом, что Господь желает, чтобы мы сохранили перед Ним верность, что Господь желает, чтобы мы сохранили перед Ним это послушание. Поэтому я призываю всех нас к молитве, чтобы мы молились, благодарили Господа, и пусть Бог поможет нам сохранить это обещание Богу. Склонимся на колени, будем молиться.